Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадил. И мы сегодня будем обозревать следующего ниндзя. Ну, пожалуй, будем обозревать саму, и даже не меняя ничего, в принципе. Где она падает, кто она такая, нагрёбанная фашистка, которая бафает только ниндзя-облако. Даже не по принципу стихии, а по принципу именно принадлежности к определённой деревне. Впрочем, и Рука тоже фашист, поэтому, как бы, такие вот дела. Нацист. То есть, нацисты — это кто? Это национал-социалисты. То есть, это те, которые считают, что те, ну, то есть, не граждане, а типа вот, например, если взять русских нацистов, это те, кто считает, что русские лучше других, и что Россия для русских, что так далее и так далее. То же самое в Украине. То есть, фактически, это те же самые националисты, только, во-первых, социалисты, те, которые считают, что вне зависимости от того, то есть, что нужно преимущество давать гражданам этого государства, тем, кто здесь родился, то есть, этническим каким-то группам. То есть, если, например, в Украине будут нацисты, что они сделают? То есть, они всяких евреев и так далее, может, и не будут трогать. Но они типа украинцам дадут пособие по безработице и так далее. Ну, не пособие по безработице, а просто пособие за то, что они украинцы дадут, например. То есть, это социализм по признаку этого, национальности. Так что, на самом-то деле, нацисты или социал-националисты, это на самом-то деле довольно прикольные чуваки. Только, если вы живёте в России, осторожно. У них свои понятия о нацизме, обо всём отличны от, в принципе, самого этого понятия, от всего мира и так далее. Потому что у шизофреников там всё, что угодно в голове может быть. Значит, где её взять? С ивентов. Ну, в ивентах я её особо не видел. И Лайнд оф Лайтинг Трежер. Она там в качестве рара, то есть, от 20 до 50 свитков нужно потратить, чтобы её там получить. У нас, кстати, одна девка её уже с бесплатки получила. Ну и давайте же разберёмся. Значит, а какие у неё чизы там или что такое? Вот здесь вот давайте посмотрим. Значит, Клоуд Стайл Флайинг Блэйд. Она напоминает мне Ируку почему-то, да. Ну, потому что она тоже бафает деревню именно. И у неё есть Интерапт. Причём Интерапт у неё круче, чем у Ируки. То есть, Тай, без стихий, обилка. То есть, она прерывает способности, как и Сюрикен и Руки. И при этом ещё и метку накладывает, что полезно для Акаги. Поэтому её используют с двумя Райкаги. И это очень круто. Кулдаун Тайм 3 раунда. И самое главное, Баттлфилд Кулдаун Нон. То есть, в первом раунде можно её заюзать. Чакра Юзэйдж Нон. То есть, чакры не потребляет. Это очень хорошо для Райкаги, потому что они бафаются от того, сколько у вас чакры. Так что, Самуи просто с Райкаги, с любыми, она золотой человек, так скажем. Офигенный. В принципе, с кем ещё? Да, со всеми, кто бафается от чакры. То есть, по-моему, Келлер Биса Мехада тоже. То есть, чем больше у него чакры, тем сильнее он становится, тем сильнее он бьёт. Так что её можно с ним, например. Кстати, вот ещё одна идея. Поставить третьего Райкаги, Самуи и Келлера Биса Мехадой. Вот это прикольная идея. Потому что, если ты встретишься с обычной командой с Райкаги, то ты сможешь вытянуть у них чакру и себе добавить её. И в итоге получится, что ты победишь. 100%. Но зато с теми командами, которые, типа, независимы так сильно от количества чакры, если будешь встречаться, то тогда будут проблемы. Значит, Тайзюцу Атак. Атакует the opponent's front row and has a chance of causing knockdown. Ну, Тай Атака стандартная. Я даже не знаю, тут не указано, сколько ударов она делает. То есть, делает knockdown, так же, как и Райкаги. Поэтому, как бы, тут всё очень неплохо. Чиз из эндотаксик knockdown unit causes all-for-out and tag. Слушайте, интересно. Нужно её как-то закомпить со всеми нами. Значит, and tag. Can be triggered twice each round. Тоже метки наставляет. И при этом ещё и чист, который дважды можно кастовать. Значит, вот, асауль техники. То есть, боевые техники. Ниндзюцу восстанавливает 15 чакры каждый раз, когда ниндзя скрытое облако из твоей команды использует стандартную атаку. Ой, блин, это бафнуто. То есть, до 4-0 она при каждом комбо восстанавливала, короче, чакру. А теперь при каждой атаке. То есть, как вы понимаете, это просто какое-то читерство. Ну и, естественно, то, что я показывал вам в обзоре райкаги. Офигенный баф для всех ниндзя облака. Напомню, даруй ниндзя облака. Киллер би с амихадой обычный ниндзя облака. То есть, довольно много у нас есть ниндзя облака, которых она может бафать. В начале битвы все ниндзя облака в твоей команде получают щит 50% от сопротивления базового атрибута. Также их ниндзюцу и атака повышаются на 30% на 3 раунда. То есть, это такой себе, блин, и рука для облака. Очень офигенный ниндзя. Лучший рар в этом, в облачном сундуке. Ну, учитывая, что всего лишь там ОМОИ еще есть в этом облачном сундуке, помимо нее. Но, тем не менее. Все равно, среди даже двух человек можно быть лучшим. Это уже, как бы, чего-то достоит. Значит, смотрим. Лайф Гроуд 872, ну, средненько. Атак Гроуд 850. Ну, учитывая, что у райкаги такой же, это довольно-таки много. Тефенс 829 тоже средненько. Ниндзюцу и резистанс отвратительные. Вот то, что резистанс отвратительный, то это, конечно, не очень хорошо. Хотя бывают и меньше, но по сравнению с остальными параметрами, конечно, ниндзюцу и резистанс маленькие. Впрочем, ниндзюцу ей не нужен, а вот резистанс, конечно, надеюсь, что он зависит от, например, резистанса самих юнитов, которых она бафает. То есть, ее обилка. Если же именно от ее резистанса все берется, то тогда ей нужно побольше магатам на резистанс ставить. Значит, кто она? Она женщина, что, несомненно, дает ей бонусы в жизни и облегчает, собственно, ее жизнь, Шиноби. Она из скрытого облака, что, в принципе, говорит о том, что она и себя бафает. Кто еще бафает, кроме ее самой? Никто тебя не оббафает, если ты сам себя не оббафаешь. Запомните это. Запомните мое мудрое слово. Она SWAT user, то есть, в принципе, с ниндзя молнией, например, если ее использовать с этим, как его там, с Midnight Blade, как раз таки. Можно вот от Даруи, Самуи и Райкаи. То есть, ну, особенно четвертый. Четвертый Райкаи, он, то есть, в первом раунде кастует свою обилку и становится иммунным к дебафам. То есть, на первый раунд у нас полный иммунитет к дебафам. Даруи, короче, иммунен благодаря тому, что он SWAT user, и Warrior Root на него действует. Этот, как его, Самуи тоже, типа, иммунен благодаря SWAT user и Warrior Root. И сам этот Midnight Blade тоже себя бафает. Получается, все обилки у них полностью заюзаны. Это круто, хочу вам сказать. И такую команду уже используют. Значит, и что она еще? Она allied Shinobi Forces. То есть, Shinobi Forces. Ну, пока что, вроде, никто их и не бафает. Поэтому, такие вот дела. Ну, и давайте же... Что тут у нее за чиз? Knock it down, Root. Knock it down, Root. Так. High Float. А с High Float она, Root. Флот. Значит... High Float она, Root. Вот, вот, птичку давайте поставим. Так, смотрим. Так. Что тут такое? Вот, давайте посмотрим ее отмилку. Бамс. Она кидает, например, свой кинжальчик. И пошло комбо. Смотрите на ней, она что-то там уже комбо натворила какое-то. Так что, вот так вот выглядит, собственно, бойся. Вообще, все подметками сюда. Когда бы Курзет Хидана, он бы знал, что с ними делать. А! Ну, Райка я тоже не применю. Вы же любите смотреть на Крайка и не нравится. Давай вперед! Я верю в тебя! На первом уровне 2000 урона он носит. Геннери, правда ли? Очень сильные уроны, но вот это объемки. Геннери, геннери, геннери. Геннери, геннери. Геннери, геннери. Особенно, если его подобно Роши накачать там чакрой, еще чего-то замутить. Но это ж он уже, кстати, накачался чакрой. То есть, на каком-нибудь четвертом раунде он будет просто выносить всех. Геннери, геннери. Другое дело, что в четвертом раунде обычно уже все и так умерли. Ну и, пожалуй, на этом мы закончим обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.